Девушки отдыхают Водитель чудом остался жив Во все признался, но жена не верит Согласно анализам потерпевшей наполовину девственницы Старт уголовного дела по изнасилованию А также финансовое счастье за детский счет Похитила бюджетные денежные средства в республике Татарстан Приговор главному бухгалтеру детского центра за мошенничество на миллионы Это и не только прямо сейчас Снегоуборочная машина вдоль разрезала автомобиль такси на третьей транспортной дамбе Киарео врезался в торец снегоотвала КамАЗа, который разворачивался прямо на мосту Пострадал водитель легковушки Прибывшие на место медики не могли сразу оказать помощь окровавленному водителю Так как добраться до него было не так-то просто На месте происшествия был аэротнозипов Помимо медиков на место происшествия очевидцы вызвали и спасателей Киарео зажал со всех сторон Поэтому водитель не мог выбраться наружу через дверь Впрочем, резать крышу сотрудникам МЧС не пришлось Так как она была сильно искорежена снегоотвалом КамАЗа У него получается на лбу порез сильный, очень сильный порез у него Он в сознании был, он как бы... Да, сначала состояние аффекта, когда скорая приехала, пытаясь заставить, движется с обе стороны, дверь закрыта Он через крышу совулез То есть, когда вышел из машины, ну, проматерился Мужчину госпитализировали, ему сильно повезло Торец отвала буквально разрезал легковушка вдоль как раз с водительской стороны Пассажиров такси в момент аварии не было Ни водитель КамАЗа, ни сама снегоуборочная техника не пострадала Включая сам отвал, в который и влетела иномарка Как выяснилось, водитель снегоуборочной машины решил развернуться на середине моста Остановив при этом практически весь встречный поток Считал, что при выполнении маневра он ничего не нарушал Все начали пропускать, он летел, не успел остановиться Вы как ехали? Не, по маршруту я разворачивался, чтобы там... Я встал сзади, объезжает ток, получается, морду закил за КамАЗ И у меня на глазах, получается, у него, конечно, отрывало Вот этот, который, короб есть, таксишный Подлетает, прилетает туда, получается, уже за... Ну, на пешеходный переход, получается, да Дорожку Все ряды, получается, пропустили, да? Да, все стояли, а, видимо, он то ли не успел затормодить, то ли что, ну... Сам снизу, видишь, снежную дорогу Один он был, я еще почему-то удивился Они обычно разворачиваются с толпой Ну, хана ему, но есть разворачиваются Действительно ли водитель совершал разворот согласно путевому листу И какую ответственность понесут оба водителя, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД Пока оформлялась авария движения троллейбусов в одну сторону была полностью парализована Аэротнотип Константин Буршуев, вызов 112 Пятимесячный ребенок умер в Нижнекамске В одном из домов по улице Корабельная По одной из версий, 22-летняя многодетная мама Ночью уложила дочку спать Подошла к ней только в 11 часов дня Малышка к тому моменту уже не дышала Подробности у Нафисы Минязовой Скажите, пожалуйста, а что вы на этого говорили? Говорите, трагедия здесь никто не хочет Лишь убитая горем бабушка выносит на руках пятимесячную Внучку уже мертвую Девочка скончалась днем О том, что в доме случилась беда, первая узнала соседка Они вот в 11 постучали, чтобы позвонить В скорую, да? По предварительной версии, 22-летняя девушка уложила дочку спать в 2 часа ночи И легла сама, проснула спустя 8 часов, подойдя к ребенку, поняла Малышка не дышит Ничего, мы не хотим девушку Можно, поймите ее тоже в таком состоянии По словам соседей, девушка одна воспитывала троих детей Мужа у нее нет, живет на пособии Сейчас следователь устанавливает обстоятельства смерти младенца Назначена судебно-медицинская экспертиза Через 4 дня погибшей малышке должно было исполниться полгода Нафиса Минязова, Альбина Валеева, Фахри Исламов, Вызов 112 Казанские росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка 9-летний мальчик пропал вечером в Приволжском районе Казани Информация о его розыске поступила в ведомство Росгвардии Во время патрулирования и обхода территории Военнослужащие войскового наряда Заметили на станции метро Дубравна одинокого ребенка Подходящего под описание Дальнейший разговор с ребенком позволил выяснить Что ориентировка была дана именно на него Для возвращения мальчика родителям Росгвардейцы передали его сотрудникам ПДН Территориального отдела полиции В Новосавиновском районном суде Казани Стартовало слушание об изнасиловании 38-летней женщины Как считает следствие, нападавший в сентябре этого года Заприметил прохожую возле лесопосадки На улице Чуйкова Повалив ее на землю и избив Совершил в отношении нее действия Сексуального характера и изнасиловал А после всего еще и ограбил Однако супруга подсудимого Рассказала Эрату Назипову Что ее муж просто не мог этого сделать И даже объяснила почему 39-летнего Максима Бушманова Обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса Насильственное действие сексуального характера Изнасилование и грабеж Как считает следствие, все это подозреваемый совершил Вечером 26 сентября Встретив рядом с лесопосадкой на улице Чуйкова 38-летнюю женщину Пьяный Бушманов набросил с нее Повалил на землю После чего нанес многочисленный удар По различным частям тела И оттащил ее в сторону болота Где изнасиловал женщину И совершил в отношении нее действия Сексуального характера После этого он похитил у нее 2500 рублей и скрылся Мужчина полностью признал свою вину Однако его супруга, пришедшая сегодня На первое заседание суда Виновность мужа не верит Странное, сомнительное дело Согласно анализам потерпевшая Наполовину девственница Это просто удивительно Как моего мужа могли привлечь За это дело Для меня эта ситуация полный бред Назвать супруга насильником Говорит, не может Но в биографии мужчины Есть две судимости Обе в Мурманске В 2008 году За причинение вреда здоровью Средней тяжести Тогда его приговорили К 2 годам и 3 месяцев Лишения свободы Не отбыв этот срок Получил новый 9 лет за причинение Тяжкого вреда здоровья Вышел 10 октября минувшего года От седе все полностью В браке около 6 лет В тот день рядом с мужчиной Супруги не было Но на то, как развивались события У женщины есть свое мнение Он пошел туда жарить мясо У него была такая особенность Чтобы подумать о жизни Он уходил куда-нибудь Да, он был с пивом Да, он был выпивший Да, было такое Но это не тот человек Чтобы совершить именно такое преступление Показания и подсудимого И потерпевшей Останутся тайны для широкой общественности Сам процесс проходит с закрытыми дверями Дело касается половой неприкосновенности Айрат Назипов, Константин Бушуев Вызов 112 Крупный пожар произошел этим утром На нефтеперекачивающей станции Калейкина в Альмитевском районе Были ли внутри люди Пока неизвестно По данным МЧС Пожар вспыхнул в момент Когда работники подрядной организации Проводили плановые работы По очистке неэксплуатируемого резервуара Объемом 20 тысяч кубических метров Полностью справиться с огнем спасателям Удалось спустя полтора часа С момента вызова Площадь пожара составила 45 квадратных метров Информация по погибшим К страдавшим уточняется Организованной поисковой работы Причина происшествия устанавливается На месте работают силы средства Альмитевского пожарно-спасательного гарнизона В Ахидовском районном суде Казани Вынесли приговор В отношении бывшего главного бухгалтера Детского центра «Счастливое детство» 44-летней Татьяны Шишмаковой По материалам уголовного дела Женщина присвоила 8,5 миллионов рублей Выделенных на зарплату фактически Неработающих там людей Но это еще не все Подробности дела Расскажет Айгуль Батрудинова То, как счастливое детство Может стать залогом безбедной жизни Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Татьяна Шишмакова Придумала как минимум лет 6 назад И стала воплощать задуманные в жизнь В особо крупном размере В период с 1 января 2014 года По 12 апреля 2018 года Являясь главным бухгалтером Государственного бюджетного учреждения Дополнительного образования Детский центр «Счастливое детство» Под предлогом выплаты заработной платы Работникам указанного центра Похитила бюджетные денежные средства Республики Татарстан В лице Министерства культуры Республики Татарстан Представителем которого является Детский центр «Счастливое детство» В сумме 8 миллионов 540 тысяч 284 рубля Зарплату начисляла людям Официально устроенным в детском центре Но фактически там не работавшим А забирала сама Около 170 тысяч в месяц Следователи также установили Что 44-летняя женщина Похитила полтора миллиона Из казны детского хореографического ансамбля Таким образом общий ущерб Около 10 миллионов рублей Но и это не все В минувшем году она уже была судима За аналогичное преступление Тогда следствие доказало ее причастность К присвоению 1 миллиона 400 тысяч рублей Это были средства Минкультуры Татьяна Шишмакова признала свою вину Ей дали этого года условно Сейчас женщина также признала вину И попросила суд о рассмотрении дела в особом порядке В принятии государственным обвинителям Было предложено назначить наказание суду В виде 5 лет лишения свободы Условно с испытательным сроком 5 лет В итоге женщине назначили 4 года и 3 месяца За лишение свободы условно Также были удовлетворены и гражданские иски Она должна выплатить хореографическому ансамблю Чуть больше полутора миллионов рублей Еще 8,5 миллионов Министерства культуры Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии был Сергей Хайдаров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова